Самое животрепещущее новость сегодняшнего дня в нашей стране это принятие закона о нового закона о мобилизации. Проголосовали все-таки депутаты. Для меня это, честно говоря, стало неожиданностью, судя по тому, что с утра постили фотографии, что количество депутатов крайне мало. Там начиналось с 42, минимальное количество было. Это так рассматривались поправки к закону. И о мобилизации. То есть депутаты просто ждали времени, на которое было назначено голосование, для того, чтобы подтянуться в зал. Минимальное там постили 25 депутатов находилось в зале во время обсуждения поправок к этому закону. Проголосовали закон. Больше 280 голосов набрал этот законопроект. Теперь он должен быть подписан спикером Верховной Рады, Стефанчуком. После чего он отправится в офис президента, где тоже должен будет подписать президента. В силу он вступит через 30 дней после его подписания президентом. Тогда мы уберем приставку законопроект и он наберет силу закона. Что же предусматривает новый закон о мобилизации принятой Радой? Это поверхностный, будем так говорить, первичный осмотр уже того текста закона, который появился на сайте Верховной Рады. Детали и нюансы, я думаю, разберут юристы, военные юристы. Ну, а я уже по мере того, как информация будет появляться. Потому что там очень много таких положений, которые должны быть определены и введены в действие под законными актами. Ну, в частности, постановлениями правительства Украины, которые будут регламентировать там те или иные действия. Например, мобилизацию автотранспорта. Какого, у кого, как считать и так далее. Второе, это, допустим, надо определить механизм уточнения данных. Потому что там требует закон персонально, чтобы все уточнили данные, с одной стороны. А с другой стороны, для территориальных центров комплектования на сегодняшний день открыты, по-моему, 9 реестров в Украине. Где числятся все граждане Украины. Тогда вопрос, кто какие данные должен уточнять. ТЦК не хочет выполнять свою работу с 9 реестров. Собрать данные всех граждан мобилизационного возраста от 18 до 60. Как женщин, так и мужчин. И свести это все в одну табличку. Нет, опять мы пойдем в очереди в ТЦК, для того, чтобы персонально уточнить свои данные. Итак, о чем пишет закон, или о чем гласит закон, так правильнее будет сказать. Главная задача этого законопроекта, это поставить на учет всех военнообязанных и обновить их данные. То, о чем я вам уже сказал. Это упростит процесс мобилизации. Потому что считается, что территориальный центр комплектования получит актуальную информацию о потенциальных военнообязанных в нашей стране. Реестр, кстати, помните, в прошлом году, как раз тоже, ровно год назад, когда только начинались разговоры о мобилизации, очередной волне, или более глубокой мобилизации. Тогда говорили, что все, вот он, электронный реестр военнообязанных готов, там было на 25%, на 90% даже было. Процентом он готов, и вот-вот его запустят в действие. Оказалось, видите, что только сейчас, надо уточнив свои данные, возможно, в стране заработает электронный реестр военнообязанных. Хотя, видите, опять же, я по привычке называю военкоматами, сейчас они называются территориальные центры комплектования. Видите, они все равно тянут на бумажную работу. То есть, в каком электронном реестре пока что речь не идет. Граждане Украины должны сами обратиться в ТЦК, для того, чтобы, то есть персонали, понимаете, да, для того, чтобы обновить свои данные. Не уточнить, а обновить свои данные. Вот, то есть государственные реестры, это не обновление данных. Видимо, так. Далее, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, в центре предоставления административных услуг. Ну, военкомат, опять же, заменяем словом ТЦК, можно через ЦНАПы, мы знаем, что это такое, у нас это неплохо работает, или в электронном кабинете призывника. То есть, можно не ходить, электронный кабинет призывника открываете, создаете, точнее, вот, и там вносите все свои данные. Вроде как, должно это все подтянуться в единый реестр. Также, мужчины должны иметь и носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК. То есть, видите, закон дает право, ну, полиция имеет право проверять документы, это правоохранительный орган, это, как бы, их, всегда была их обязанностью проверка документов. А вот теперь еще и сотрудников ТЦК наделяют полномочиями проверять, но, военно-учетные документы. Понимаете, разница, да? Не паспорт, не, там, пенсионный или что-то еще, а военный билет или приписное свидетельство. В зависимости от того, какой документ у вас находится на руках. Военно-учетные документы. Закон разрешил проверять сотрудникам ТЦК. Без этих документов украинцы за границей не смогут оформить паспорт или получить консульские услуги. То есть, без предъявления военно-учетных документов консульство вас обслуживать не будет. Граждане, стоящие на воинском учете, могут добровольно регистрировать свой электронный кабинет. То есть, ну, это я уже говорил. Хотите регистрировать их и вносите свои данные, либо идите в ТЦК или в ЦНАП, там уточняйте свои данные. Вместо срочной службы, как у нас это было, закон вводит базовую военную подготовку для всех граждан страны. Ее можно пройти во время обучения в ВУЗе или в тренировочных центрах вооруженных сил Украины. Такая подготовка начнется с 1 сентября 2025 года. Далее, те, кто уклоняется от мобилизации, будут иметь проблемы с законом. В чем они будут выражаться? В частности, проект закона предлагает разрешить территориальным центрам комплектования через суд лишать уклонистов водительских прав. То есть, если не явился по повестке, ТЦК подает документы в суд, вас лишают от водительских прав. То есть, то, что и говорили, ограничение управления транспортным средством. Также ожидает существенное увеличение штрафов за неявку по повестке, там первичную, вторичную. Плюс еще добавляется полномочия ТЦК. Они могут подавать данные на уклонистов или лиц, не явившихся по повестке, данные в национальную полицию Украины. Полиция обязана будет задержать этого человека и доставить его в территориальный центр комплектования. Плюс работодатели там вменяются в обязанность. Доставка военнообязанных в военкомат, если их вызывают туда по повесткам. Лица, которые не прошли военную службу или базовую военную подготовку, не смогут работать на государственной службе, в прокуратуре или полиции. Вот такие вот нововведения были в этом законе. Ну, еще раз говорю, это первичный обзор того текста, который появился. Будут еще нюансы. Я думаю, что еще очень много нюансов будет. Смотрите, там 60 суток дается на уточнение своих данных. И примерно такой же период, в 30 суток дается период правительству Украины определиться там в нюансах, о которых я вам... Ну, это я вам только сказал на вскидку, а там реально подзаконных актов должно быть довольно много, которые будут регулировать отдельные положения этого закона. Продолжение следует...